Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Тамары, 5 лет. Как птицы взлетают и как набирают высоту? Ну, вопрос, согласитесь, непростой. Птиц много, они очень разные и, конечно, способ их взлета и набора высоты тоже различен и зависит от многих причин. Во-первых, конечно, зависит от размера птицы. Маленькая птица мало весит и, соответственно, ей не нужно слишком много энергии изначальной для того, чтобы набрать высоту. Поэтому такие мелкие птицы, как, например, воробьи или дрозды, они, как правило, для того, чтобы взлететь, просто подпрыгивают. Подпрыгивают, потом начинают работать с крыльями и, в общем, достаточно легко взлетают. Ну, как вы, наверное, знаете, самая маленькая птичка – это калибри. И у калибри интересный полет, очень своеобразный. И благодаря тому, что калибри невероятно быстро двигает своими крыльями со скоростью, представьте, от 80 до 100 движений в секунду, она может взлететь даже с земли без предварительного прыжка. То есть ей достаточно мышечной силы для того, чтобы набрать энергию для взлета. Ну, калибри вообще интересна во многих отношениях и интересна в том числе тем, что способна летать во всех направлениях. Так не могут никакие другие птицы. Она может летать не только вверх и вниз, очень быстро изменяя направление своего полета, но также она может летать назад, к чему другие птицы совершенно не способны. И это благодаря тому, что у нее действительно уникальное совершенно устройство крыла, и во время своего полета она крыльями движет несколько иначе, чем это делают другие птицы. Ее крылья описывают восьмерку, и это вот действительно позволяет ей летать необычайно маневренно. Что же касается крупных птиц, то крупным птицам сложнее взлететь, безусловно, потому что у них большая масса, и для этого нужно приложить больше усилий, чтобы взлететь. Как можно взлететь в крупные птицы? Ну, во-первых, можно разбежаться. Так поступают, например, журавли или, например, дрофы. Дрофа, кстати, самая тяжелая из всех птиц. Дрофа может весить до 20 килограмм. Конечно, поднять 20 килограмм с земли довольно проблематично, поэтому для таких вот крупных птиц характерен достаточно длинный бег. Они бегут, разбегаются по земле, набирают необходимую энергию и после этого взлетают. Если говорить о водных птицах, они тоже часто разбегаются перед взлетом, и наверняка вы это видели, ну, например, наблюдая за утками на различных водоемах в городе, лебеди взлетают тоже, и пеликаны тоже взлетают после разбега по воде. Это выглядит достаточно так необычно. Кстати, я не сказала, когда говорила про маленьких птиц, не сказала о стрижах. Стрижи птички небольшие, с длинными, узкими достаточно крыльями, которые практически всю жизнь свою проводят в полете и, собственно говоря, приземляются, как правило, лишь в гнездовой период. Они даже спать могут на лету. В общем-то, им нет необходимости присаживаться, и кроме того, у них своеобразное строение лап. Лапки у них крошечные, и, в отличие от большинства других птиц, все четыре пальца направлены вперед. С такими лапками удобно, например, хвататься за какие-то уступы, за какие-то неровности на вертикальной поверхности, и стрижи это делают прекрасно. Но когда стриж приземляется на землю, что все-таки периодически случается с земли, следить ему достаточно сложно. Поэтому иногда находят таких стрижей на земле, и если такой стриж вам попадется, и вы захотите ему помочь, то его нужно просто поднять и, может быть, немножко подбросить вверх, и тогда он сможет уже взлететь. Некоторые птицы для того, чтобы взлететь, нуждаются в каком-то возвышении. Ну, это, например, касается птиц, которые живут в горах. Как правило, они взлетают, когда находятся на каком-то уступе скалы, например, да, как, например, какие-то горные орлы. И с этого уступа им гораздо легче взлететь. Они просто как будто совершают падение, и во время этого падения расправляют крылья, и токи воздуха поднимают их вверх. То есть они используют еще и воздушные потоки. А кроме того, можно использовать встречный ветер. Встречные потоки ветра используют многие морские птицы. Когда дует достаточно сильный ветер над морем, то им достаточно раскрыть свои крылья широкие, приспособленные для долгого парения, и ветром их просто поднимет вверх. То есть действительно совершенно разные способы используются в зависимости от множества разных факторов. Мы с вами обсудили, как птицы взлетают. Дальше давайте поговорим о том, как они набирают высоту. Ну, во-первых, хочется сказать, что вообще высоту набирать не всем птицам есть необходимость. Не все птицы взлетают высоко. Некоторые либо вообще предпочитают ходить. Ну, есть, например, такая хищная птица. Это птица-секретарь, которая живет в Африке. Это хищная птица. А мы знаем, что, как правило, хищные птицы очень хорошие летуны. Но птица-секретарь, хоть и умеет летать, делает это крайне неохотно и в основном все-таки ходит по поверхности земли. Кроме того, есть птицы, которые ведут такой очень оседлый образ жизни, ну, например, фазаны. Да, они умеют летать, но никогда не летают на какие-то большие расстояния. Они могут перелететь с места на место, как правило, этим ограничивается. Но есть случаи, когда птицам приходится преодолевать большие расстояния, они должны уметь хорошо летать и иногда летать на достаточно большой высоте. За счет чего они это могут делать? Подъем осуществляется, как правило, двумя способами. Либо используя потоки воздуха, либо используя мышечную силу. У птиц есть очень мощные грудные мышцы, которые необходимы для того, чтобы была возможность летать. Потому что на это тратится очень много энергии на полет. Полет такое очень затратное дело. Вроде бы, с одной стороны, преимущество, да, потому что полет дает очень много разных возможностей. С другой стороны, на это очень много нужной энергии. У голубя, например, его грудные мышцы составляют 20 процентов всей его массы тела. Представьте, в общем, действительно достаточно серьезно. То есть, например, если человек весит 50 килограмм, да, то грудные мышцы бы его весили, если бы он был, как голубь, встроен, около 10 килограмм. Очень впечатляет. И, кстати говоря, голубь способен совершенно вертикально вверх взлететь с земли на высоту 16-этажного дома. То есть, это действительно такая уникальная способность. Немногие птицы обладают такой мощью и силой, как наши обоктовенные голуби, к которым мы привыкли. И, кажется, ничего особенно интересного в них нет. Кстати, есть особые породы голубей, которые ценятся именно за необычный стиль полета. Например, турманы, которые вертикально вверх сначала взлетают на большую высоту, абсолютно практически как свечка вверх, и потом начинают снижаться, совершая в полете кувырки. И за необычный такой стиль полета они очень ценятся любителями голубей. Многие птицы используют потоки воздуха. Это могут быть либо восходящие потоки. Ну, например, земля нагревается на солнце днем, и теплый воздух начинает подниматься вверх. И вот, используя эти воздушные потоки, летают очень многие птицы и используют такой тип полета, который называется парение. Парение – это очень удобный тип полета, потому что он требует минимальных затрат энергии. Птица расправляет свои крылья, и дальше она ловит потоки воздуха, перемещаясь. И таким образом то чуть-чуть снижается, то чуть-чуть поднимается, практически не замахивая крыльями. И это очень удобно. Такой тип полета есть и у очень многих птиц, например, живущих в горах. У очень многих хищных птиц до них характерно парение, потому что действительно снижает энергозатраты. Кроме того, если, например, речь идет о морских птицах, они могут использовать несколько другой прием. Они используют то, что на разной высоте от уровня моря ветер разной силы, разная сила потоков воздуха, и они эти горизонтальные потоки воздуха используют для того, чтобы набирать высоту. То немножко поднимаясь, то немножко снижаясь, ловясь вот эти вот разные ветры, они тоже достаточно хорошо используют воздух для того, чтобы поддерживать свой полет. Ну и надо сказать еще, что играет роль и форма крыльев. Если птице нужно летать маневренно, то крылья ее, скорее всего, будут короткие и округленные. Такие крылья, например, у ястреба. Ястреб – это лесная птица, и ему необходимо иметь такой очень маневренный полет для того, чтобы охотиться в лесу. Если птица должна летать быстро, то у нее крылья обязательно должны быть заостренные, как, например, у сокола сапсана. И вы, наверное, знаете, что сапсан является чемпионом по скорости. Он в воздушной атаке достигает скорости 300 км в час. Это самое быстрое вообще живое существо на нашей планете. Если нужно летать, например, над морскими просторами, то крылья, скорее всего, будут длинные и узкие. Именно такие крылья позволяют как можно лучше использовать потоки воздуха и парить над морской гладью. Если птица очень крупная и тяжело поднять ее в воздух, то крылья, скорее всего, будут очень большие и, помимо того, что длинные, еще и широкие, как, например, у ибисов, пеликанов или журавлей. Потому что нужна очень большая подъемная сила для того, чтобы такую птицу поднять от земли и обеспечить ей хороший полет. Ну что ж, друзья мои, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Присылайте нам свои новые вопросы. Не забывайте на нас подписываться, жмите на колокольчик и мы всегда будем рады найти ответы на ваши вопросы. Всем пока!